Эта певица была 13-кратным лауреатом премии Грэмми, лауреатом Национальной Медали Искусств, обладательницей Ордена Искусства Литературы. При жизни певице было продано более 40 миллионов пластинок с её записями. Диапазон её голоса составлял 3 октавы. Наверное, вы уже догадались? Ну, конечно. Наш сюжет мы посвящаем первой леди джаза, неподражаемой и легендарной Элли Фитт-Жераль. Я никогда не знал, насколько хороши наши песни, пока не услышал их в исполнении Эллы Фитт-Жеральд, сказал однажды американский поэт Айра Гершвин, брат великого композитора Джорджа Гершвина. Он не преувеличивал. Элла обладала особым даром. Она умела наполнить каждую интонацию, каждое слово песни новым смыслом. Она могла открыть новые грани даже в старинной детской песенке под названием «Тискет Таскет», исполнив её в своём кинодебюте. «Тискет Таскет» Кто-то помогает мне найти мою баскет и сделать меня еще счастливым. Эту забавную песенку она не раз слышала в детстве от своей мамы. Элла Джейн Фитджеральд родилась в бедной семье, и ее первые годы жизни вряд ли можно назвать счастливыми. Нищета, жизнь с отчимом, неожиданная смерть матери, бегство из дома. Бросив школу, Элла оказалась на улице. Девочка сама зарабатывала себе на жизнь. Она служила подсобной работницей в игорном доме и смотрительницей в борделе. До той поры, пока ею не заинтересовалась полиция. Эллу устроили в приют, а потом в интернат для девочек. Она сбежала и оттуда, предпочитая стать бездомной, зато свободной. Как бы сложилась жизнь Эллы Фитджеральд, неизвестно, если бы однажды она не решилась принять участие в конкурсе, который проходил в Гарлеме, в кинотеатре «Аполло». Для своего вокального дебюта Элла выбрала песню из репертуара знаменитой певицы Кони Боссуэлл. Ее имя она знала с детства. «Как-то мама принесла домой пластинку Кони Боссуэлл», вспоминала Элла. «Я просто влюбилась в ее голос и старалась петь как можно более похожее на Боссуэлл». Для Эллы выступление в конкурсе началось с неудачи. Она сильно волновалась, а ее голос постоянно срывался. Девушку поддержал организатор конкурса. Он предложил ей спеть сначала. Придя в себя и успокоившись, Элла запела в полную силу. Это был первый триумф в ее жизни. Она впервые заработала деньги, выступая на сцене как певица. Ее гонорар составил целых 25 долларов. Кроме того, победительница конкурса получила право целую неделю выступать в Гарлемском оперном театре. В это же время там выступал и популярный джаз-бенд Чика Уэбба. Услышав пение Эллы Фиджеральд, саксофонист оркестра Бенни Картер пришел в восторг. Он долго уговаривал руководителя оркестра прослушать ее, но тот сопротивлялся. Он не желал приглашать в мужской джаз-бенд женщину. Картеру пришлось спрятать певицу в гримёрке дирижера. А когда тот зашел, он запер дверь и попросил Эллу спеть. У Эббу певица понравилась. Он даже разрешил ей выступить с его оркестром в отеле «Совой», при условии, что она купит приличный вечерний наряд. На платье своей любимицы скидывался весь коллектив Гарлемского театра. Вскоре молодая солистка Элла Фиджеральд и оркестр Чика Уэбба стали главным украшением зала «Совой». Популярность певицы росла буквально с каждым днём. Зрителям нравился не только её волнующий голос и умение блистательно импровизировать. Их восхищала сама Элла, всегда доброжелательная, естественная и очень скромная. Она стеснялась давать интервью и, казалось, не понимала, что такое слава. Впрочем, что такое слава юной Эллы Фиджеральд, хорошо понимали её конкуренты. За успехами восходящей звезды ревностно следила сама Билли Холидей. Приходя на концерты, она молча слушала Эллу и всем своим видом демонстрировала своё полное к ней презрение. Зато Чикуэ поберегал Эллу и опекал её как только мог. Он помог ей подписать контракт со звукозаписывающей компанией Дека и с готовностью подбирал репертуар. Его скорая смерть от туберкулеза стала для Эллы очередным ударом судьбы. После его ухода она возглавила его джаз-бенд, который теперь назывался «Элла и её знаменитый оркестр». И всё же певица искала новые формы для своих выступлений. Она решила начать сольную карьеру джазовой певицы. В середине 40-х годов в моду вошёл стиль бибоб, сложный ритмически и очень динамичный. Тогда этот стиль только зарождался, причём в инструментальной музыке. Певцам он был не подвластен, ведь свободу вокальной импровизации всегда сковывало слово. Элла стала первой певицей, исполняющей бибоб, с характерным для него пением на слог – скэт-импровизацией. Она многое взяла от звучания музыкальных инструментов и часто повторяла. Когда я пою, то мысленно ставлю себя на место тенор-саксофона. Событием в жизни певицы стало знакомство с известным продюсером Норманом Гранцем. Именно он, создатель джазовой филармонии, занялся организацией её гастролей по всей Америке и за рубежом. Он же специально для Эллы организовал новую звукозаписывающую компанию. Он же предложил Элле попробовать себя в новом репертуаре. ПЕСНЯ Я думала, что от меня требовалось лишь прийти куда-то на концерт и исполнять бибоб, признавалась Элла Фитчеральд. Но я осознала, что помимо боба есть и другая музыка. Норман предложил попробовать что-нибудь новое. В итоге мы выпустили новый альбом. Это был решающий момент моей жизни. Альбом имел огромный успех. Он вышел в 1956 году и стал первым из восьми сборников, посвященных отдельным композиторам и поэтам. Казалось, Фитчеральд вовсе не интересует ее карьера. Единственное, чего она хотела, это петь. Она готова была петь постоянно, в любом месте, в любое время, бесконечно выдумывая новые варианты импровизации. В 50-е годы она выступала с легендарными джазовыми музыкантами. Среди них Каунт Бейси и Бенни Гудман, джаз-трио Оскара Питерсона и оркестр Дюка Эллингтона. В дуэке с Луи Армстронгом Элла Фитчеральд записала несколько номеров из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бес». Колыбельная «Само тайм» стала одной из самых популярных джазовых композиций. В ее жизни не было той любви, о которой она пела. Брак с известным джазовым контрабасистом продолжался всего пять лет. Она говорила, «Я думаю, что все мы больше всего в жизни хотим любви, и мне важно, что меня любят обычные люди. Простите, если мне не хватает слов, чтобы объяснить это. Может быть, я спою, и тогда вы поймете». Первая леди джаза Элла Фитчеральд стала живой легендой. Она посвятила сцене более 60 лет своей жизни и продолжала петь, когда ей было уже под 80. Она продолжала удивлять публику молодостью своих чувств, а каждая встреча с музыкой делала ее по-настоящему счастливой. Критики писали, «Она едва видит и находится уже не в лучшем состоянии. Ее выводят под руки на сцену, и она, конечно же, сидит. Но сколько же в ней еще энергии? Все знают, что у нее нет нужды давать концерты, она мультимиллионерша. Но она хочет этого. Она жаждет этих аплодисментов, ибо это ее жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok